Велес всегда был ближе к людям, чем иные первейшие предки. Чуже сравнение с ним не идет по своему величию и мудрости. Даже Богу мир с чадами своими, что народ наш породили, отдалились в правий мир. Изгнан Велес был оттуда со братьями своими. Знания о нем передаются с трепетом. Он тот, кому отворено все во всех мирах. Никто столького не видел, сколь ему открыты. Сегодняшний мир таков, что Люд пытается сильно упростить историю, значение законов и все остальное. Тоже коснулось и славянских богов. Велес один из самых почитаемых богов наших предков. Он был соборным духом мира живого, природного. Является ли он скотьим богом? Да, поскольку скоть состоит из природных существ. Является ли он богом поэзии и мудрости? Да, поскольку эти вещи порождаются из природного. Но что касается преданий, дошедших до наших дней о нем, все они неоднозначны. Было хорошее и плохое. Рожден он по одной из версий самой космической материи. Либо небесной коровы Зимун. В первом случае нечего сказать. А во втором, это произошло после того, как богиня Лада выловила из Ириска реки щуку, съела ее, а косточки кинула на траву. Зимун набрела на то место, слезала косточки и, по дозволению Всевышнего, понесла. Родилось у нее непонятное существо, наполовину медведь, наполовину человек, в одной из версий еще и с рогами. Говорят, что имя свое Велис получило из-за своей волосатости при рождении. Ребенок отличался своей премудростью и способностями к оборотничеству. Он мог пребывать в человеческом обличии, мог обращаться в медведя. Есть версия, что также и тельца, и волк. За время существования Велиса он имел фактически четырех жен. По очереди, разумеется. Одну из них, Додолу, он отобрал у своего соперника, Перуна. Она родила Велису Яриила, бога страсти и весеннего солнца. Узнав о том, обратил Перун Додолу в божью коровку. А Велиса после боя равного трехдневного, громовержец вместе с остальными ирийскими богами, изгнал с прави. Кстати, идол Велиса всегда возводят отдельно от идолов остальных ирийских богов, намекая на неладное отношение его с ними. Но почитаем он не меньше, если даже где-то не больше их. Вторую жену оттаскал себе Велис на земле, среди женщин земных. Та родила ему двух дочек человеческих, да сына, Рояна, что также впоследствии стал богом. Третьей женой стала сама Марена, богиня зимы и смерти. Родила она ему по разным версиям разное количество детей. Либо одного – сна, либо двух – сна и мороза. Также, возможно, еще трех дочерей. Ну а история с четвертой женой по праву заслуживает отдельного повествования. Подробно рассказ о ней отображен на страницах моего романа «Цепь рода». Да и частично поведан в ролике на моем канале про Бабу-Югу. Подписывайтесь, если интересуетесь древними мифами и легендами. Пока только славянской мифологией. Велис – единственный бог, что познал наравне как силы света, так и силы тьмы. Он – бог творчества и мудрости. Именно Велис по преданию привел мир в движение, запустил время, создал начало, конец и обновление. Он – бог трех миров. И по вере наших древних, именно он является главным в действии времени.